В торговом комплексе Atrium прошел уникальный в своем роде музыкальный шоппинг-фестиваль Atrium Party Sale. В этот вечер можно было не только купить вещи с огромными скидками, но и побывать на концерте, хедлайнером которого был Tiny Tempo. В этом году он стал одним из самых продаваемых хип-хоп-исполнителей Европы. Сейчас для музыканта очень важно работать с социальными сетями, потому что это помогает стать известным и получить больше людей, с которыми ты на одной волне. Например, Facebook и Instagram. Кроме того, нужно быть уверенными в том, что ты крутой и что ты можешь сделать то, что понравится людям. Но не у всех это получается. Масштаб успеха, который обрушился на его дебютный альбом Discovery, впечатляет. Четыре сингла с него успели побывать на первых строчках британских чартов. Tiny Tempo выступал на одной сцене с Рианой, Coldplay, Jay-Z и многими другими. Этот альбом дал мне уверенность для того, чтобы поднять на новый уровень то, чем я занимаюсь. Я стараюсь соединять хип-хоп и музыку, на которую повлиял хип-хоп. Я верю, что хорошую песню будут помнить долго. Цель альбома Demonstration – это эволюция из рэпера в нечто большее. Сейчас музыкант продолжает работать над своим вторым альбомом, релиз которого намечен уже в этом году. Я пытаюсь всячески продвигать этот альбом в плане сотрудничества. В нем больше живого звука, чем в первом, и я еще больше открыл себя как музыкант. Мне кажется, что любой музыкальный жанр соединяет в себе все музыкальные направления, которые я люблю. Например, Garage, Dubstep, Drum'n'Bass. И так я делаю свою музыку. Когда дело доходит до хип-хопа, песня – это отдельная история, которую можно пережить и которая может затронуть каждого. То, что я пытаюсь сделать – найти баланс между урбанистическим звучанием и приятным мотивом. Что ж, остается только дождаться нового альбома, который наверняка станет еще более популярным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова